На территории Ленинского района спортивный фестиваль «Многодетный турпикник» состоялся впервые. Идея такого необычного праздника пришла его организатору Анастасии Зимониной во время ее очередного турпохода с детьми. Я считаю, что отдыхать без гаджетов. Мы даже это записали как нашим лозунгом. У нас очень много детей, очень много у всех. Минимум трое, четверо, пятеро. И все залипают в телефонах. Мы хотим их приучить к природному какому-то, семейному, туризму, к отдыху. Идея фестиваля была поддержана как такими же многодетными родителями, так и теми, кто только мечтает о большой семье. Это весело, это детям нравится. Потому что действительно, это же каким-то образом популяризирует движение многодетных семей. Потому что страна не будет развиваться без детей. Стоп! Победительница. На этом фестивале каждый мог найти занятие на свой вкус. Здесь можно было покататься на лошади, поучаствовать в квестах, поиграть в футбол и даже почувствовать себя настоящим боксером. Такое развлечение привлекло как детей, так и взрослых. Семья Мельник с удовольствием приняла участие в боксерском поединке. Впечатления такие очень неординарные, наверное, необычные. Потому что за 10 лет нашего брака случай побить мужа в реальном смысле выпал первый раз. Поэтому здорово. Мне понравилось. Прикольно придумано. В принципе, разрядиться немножко, посмеяться, расслабиться, отдохнуть, получить хорошее настроение, удовольствие от этого всего дела. Специально для начинающих туристов организаторы провели интересные уроки, на которых рассказали, как ориентироваться в лесу, ставить палатки и вязать морские узлы. А также учили ловкости и координации. Руки шире и переводили с тела. Правда. Смотри за нас. Держи координации. В завершении дня все немного уставшие, но довольные, собрались у костра за чашкой чая и сладостями. Организаторы фестиваля, увидев улыбки на лицах людей, поняли, что не ошиблись с идеей и пообещали еще не раз провести такой семейный праздник. Анастасия Воронина, Евгений Садовский, Елена Кошелева. Видно этого.